Не так давно мы уже публиковали сравнительный видеообзор спортивных мотоциклов LeFan и Lansin. В этот раз очередь дорожных версий LeFan KP200, он же Rokess и Lansin CR5S. Начнем с внешнего вида. У Lansin на более агрессивный дизайн, выглядит он как чистый стрит. LeFan же смотрится как строгий, спокойный, размеренный дорожный мотоцикл. Многие юнцы считают, что хромированные защитные дуги уродуют Rokess. Эти же ребята гоняют без шлемов, предпочитая стиль безопасности. Каждый сам для себя расставляет приоритеты и решает, что ему дороже – стиль и укладка или собственная жизнь и здоровье. Учитывая популярность Rokess среди начинающих мотоциклистов, мы считаем дуги вполне оправданным и не лишним элементом. Но если кому-то очень захочется от них избавиться, можно и снять. Lansin традиционно позаботился об очень высоких водителях. Высота по сидению и сама его геометрия будут комфортны водителю ростом выше 1,75 м. Хотя и Rokess рассчитан на пилота роста 1,65-1,70 м. Можно чуть завысить или занизить. Передняя часть Lefana смотрится очень массивно, утяжеляет силуэт мотоцикла. Такое обилие пластика сделано, чтобы поглубже спрятать систему водяного охлаждения от внешнего воздействия. У Lansin таких заморочек нет. Там старое, доброе воздушно-масляное охлаждение двигателя. Оно не так надежно, как жидкостное, но зато и в производстве дешевле. Несмотря на разный объем двигателя и заявленную мощность, на отрезке в 500 метров критических отличий в динамике разгона мы не заметили. По ощущениям кажется, будто бы Lansin более подрывистый. Это достигается и за счет более коротких передач с первой по третью. У него меньшие передаточные числа. Из объективного ощущения риска, будто бы тормоза работают уже на пределе. Двигатель мы, конечно, не разбирали, поэтому просто делимся впечатлениями. Самым объективными будут показатели секундомера. Lansin разгоняется до сотни за 9,03 секунд, а LeFan за 10,28. Под конец нашего отрезка видно, что на Lansin оттормаживаться приходится раньше. Тормоза не такие отзывчивые, в LeFan они отрабатывают мягче и чувствуются, то есть запас. С Lansin'ом таких ощущений нет. Не так давно кто-то из клиентов жаловался, что у Ирокеза слишком хороший передний тормоз. Приходится контролировать свои усилия, чтобы не сделать стоп. Насколько мы знаем, на CR5S и GP250 устанавливается один и тот же двигатель. А это значит, что и по этой модели 226 кубиков округляют в Украине до 250. Это объясняет такое небольшое отличие в динамике разгона. Кстати, по нашим ощущениям, у лапки переключения передач LeFan'а ход более короткий, чем у Lansin'а. Зато у последнего за счет более короткого диапазона хода ручка газа чуть отзывчивее. Попробовали мы и подвеску. Хотя и на LeFan'е и на Lansin'е используются одинаковые решения, телескопическая вилка спереди и моноамортизатор сзади, отличия мы все же нашли. При заходе в поворот с неидеально ровным покрытием, заднее колесо Lansin'а теряет сцепление с дорогой. А LeFan за счет использования в задней подвеске двух последовательных пружин держит дорогу, мягко проходит мелкие неровности и отрабатывает даже крупные ямы. Также оценили важный аспект комфортности – мягкость сидения. Водительская мягче и комфортнее у LeFan'а, а пассажирская у Lansin'а. Вообще сложилось впечатление, что CR5S очень эмоциональная модель. Пришел, увидел, купил. Потом уже нюансы чувствуются. Но если сравнивать не с чем, то можно приспособиться. Избегать неровных поверхностей и песка в поворотах. А также сразу оценивать дорожную ситуацию так, чтобы не пришлось резко сбрасывать скорость с максималки. Новый 200-кубовый Rokest – скорее рациональный мотоцикл. Универсальный, комфортный и спокойный, без особых сюрпризов. Даже свет у него при той же яркости, как и у Lansin'а, отличается более четким и направленным пучком. В нашей группе ВКонтакте открыто голосование. Там же можно высказаться, если вдруг мы что-то забыли. Переходите по ссылке в описании этого видео. Субтитры сделал DimaTorzok